15 мая во всем мире отмечали также День семьи. Праздник установлен специально, чтобы еще раз напомнить, семья – хранительница человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Именно благодаря семье крепнет и развивается государство. Мечта пастора Геннадия Махненко – чтобы закрылись все интернаты и каждый ребенок жил в семье. Как воплощаются мечты в жизни в сюжете нашего корреспондента Виктория Гуц. Они по кирпичику вместе строят общий дом и создают семью. Под родительским крылом пастора Геннадия 12 детей. Трое кровных, а остальные родные – приемные. Многодетный отец живет мечтой, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. И дети не знали, что такое приют или интернат. Геннадий на своем жизненном примере доказывает – это возможно. Я считаю самым страшным памятником советской эпохи – это огромные интернаты, где сотни детей. Потому что нормальную семью создают единицы. У них нет модели семьи. И поэтому мы верим, что каждый ребенок должен оказаться в семье. Чтобы он представления какие-то имел, что такое дом, что такое муж, жена, какие-то отношения. Им нужна модель семьи. Один из приемных сыновей в свои 15 лет только получил свидетельство о рождении и начал учить буквы. Юноша, бывший обитатель улицы, сам пришел к Геннадию и попросился в большую семью. Супруга приемного отца Елена разделяет позицию мужа. Она стала матерью восьми подросткам. Говорит, самая важная победа, их теперь уже семейная, это то, что дети хотят учиться. Во-первых, они оттаяли. То есть это были ежики такие, которые никого не попускали к себе. Ну и добрее стали относиться друг к другу. Мы хотим, чтобы они были благодарными людьми впоследствии. Потому что неблагодарность – это самое страшное, что может человеком быть. Наша цель – это остановить вот сиротство, ну вот как оно вообще вот в своем, ну к своей природе. То есть эти дети, я надеюсь, что они не оставят своих детей. Ну семья – это когда много людей, когда все с собой дружат. Ну, кто тебя не бьет, не ругает. Меня мама бросила, когда мне было 4 месяца, и отец начал пить, и всю жизнь, ну почти, жил на улице. Ну давай не будем обладать. Сейчас ты в большой дружной семье, это здорово, правда? Конечно. Так, чуть подобрее может стало. О, подобрее. А как ты думаешь, как это так получилось? Ну, как это получилось? Просто, не знаю, ну просто обстановка нормальная. Так, из-за этого может. Семья – это дружба, семья – это взаимопомощь, но это еще обязанности и ответственность. По такой семейной модели живут в этом доме. Мы мечтаем дожить до того дня в Украине, в России, когда закроется последний интернат, когда все дети будут в семье. Виктория Гуц, Андрей Ливак, информационная программа «Семь дней», ТВ-7. По такой берегу «Семь» жить просто. Семь дней. По такой берегу. По такой而 share... По такой берегу…